напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании к каналу также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий алик сегодня тема передача нашей будет я расскажу какие лакомства я использую в процессе тренировки не обращайте внимание тут я приехал только что с базы канала ненадолго приехал город поэтому мне нужно тут быстро поцветиться тут же снять выложить этот ролик поэтому я тут одновременно буду говорить пить кофе и с вами общаться ну давайте классическая школа дрессировки говорит да что самое главное это мотивация это заинтересовать собак чем заинтересовать собаку мы с вами уже знаем да то есть есть зоомитальная мотивация которая жизнеобеспечивающая так называемые пищевики есть мотивация игровая обучающая игровая мотивация потому что как бы игра из одних форм это одна из форм обучения животного социально но это три основные такие виды мотивации и для того чтобы собаке было желание выполнить ваше упражнение какую-то или команду какую вы разучиваете сейчас на данный момент нужно ее замотивировать замотивировать ее то есть собак если не будет интересно делать она никогда в жизни у вас не будет выполнять если будет интересно то и вам будет проще и собака больше в желании будет это делать поэтому если вы используете зоовитальную пищевую мотивацию то как бы классическая школу до сироки нам говорит что а вот это вот лакомство должно быть наиболее желал на наоборот и наиболее охотно для собаки я не использую какие-то более желанные лакомства нежели основной рацион животных ну здесь играет опыт потому что я могу сыграть на том что поймать собаку в нужный момент когда она хочет я могу скажем так интегрировать вместе сочетать виды мотивации тут же игровую тут же и пищевую мотивацию тут же и социальную похвалить да то есть то есть вот это как бы опытом с опытом приходится это дело вы тоже потом надеюсь будете понимать именно чувствовать тот момент когда нужно промотивировать собаку и каким именно видом мотивации нужно промотивировать собаку вот смотрите работая в цирке работая в цирке я заметил что когда животных поощряют их поощряют не в основной форм то есть вот животное покушала отработала в работе ему дают именно вот эту вот более вкусняшку какую-то более сильную вкусняшку а вечером после работы животное точно также кормят то есть соблюдает вот этот вот график режим кормления был такой период времени когда я работал в дельфинарии и вот тренировки в дельфинарии они не более приемлемые более понравились почему потому что как бы там представление как таковых идет больше гораздо то есть ну не одно представление как в цирке да а идет представление там два три четыре пять там буквально через каждый час и здесь вот на одной вот этой вот на из морских львов допустим взять то то есть них там цирки подкармливают обоевые килички какой-то маленьким чем-то вкусненьким а именно в тренировке в дельфинарии там кормят животных во время представления то есть вот этот основной корм делят на количество представлений и за выполненный трюк какой-то он получает маленькую мою очку такую какую-то или медвежонок например да то получал там какой-нибудь а ну кусочек печенюшки там или еще чуть в этом духе а конкретный кусок рыбы там или рыбу целиком получает полностью то есть во время представления его кормят вот точно так же поступая я я не использую никаких лакомств не важно каким кормом я кормлю животных именно важен момент того что я растягиваю процесс тренировки он длится у меня весь день то есть я иду выкидывать мусорное ведро собаки с мусор собакой ставлю это мусорное ведро допустим или даю команду сидеть сам это мусорное ведро выбрасываю потом иду обратно подкармливаю животное проходя мимо сидеть лежать стоять то есть у меня весь день это тренировка и соответственно целый день у меня собака если она пищевик ну например взять эфирика он кушает всегда во время того когда находится со мной и вот еще хочу сказать вот вы заметили да что когда бы с акбаром изучали вот этот вот трюк тарелочка нашу приносил тарелку почему быстро так все это схватывает потому что собака привыкла к тому что с ней постоянно занимаются то есть что я вам хочу сказать когда вы меня спрашиваете о том чем я подкармливаю что собака у меня так хорошо работает и пусть и назвать меня конкретную какую-то торговую марку там бренд какой-то да то здесь это не важно абсолютно важно то что собака вот именно вот в моем случае на что она получает именно корм если она пищевик то она получает его во время всего дня я растягиваю то есть это основной рацион собаки а там уж чем я кормлю собаку это абсолютно не важно и так превращайте свой день нахождения собаку постоянную тренировку для того чтобы она была готова даже в семилетнем восьмилетнем возрасте изучать какие-то новые трюки разобойтесь о своем животном заслужить доверие и уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо